Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха. Вчера конкурс в официальной группе начался, сегодня закончился, ну, как бы даже и не успел поучаствовать. Ну, даже узнать о нём толком не успел. Странная какая-то фигня, вам не кажется? На смерть! 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 Вау, у нас, ребята, какое-то письмо, давайте кликнем, посмотрим. Новый стрим от Астрофемуса с подарками, смотри трансляцию и участвуй в розыгрышах. Окей, понятно, в общем, опять участвуем, розыгрыши и так далее, Астрофемуса смотрим. Вопрос, почему Астрофемуса не показывают в официальной группе ВКонтакте? Почему в официальной группе ВКонтакте только один доллар? Почему доллар? Может, пора уже туда рубля закидывать? Ну, что ж, я желаю Астрофемусу засветиться ещё и на официальной группе ВКонтакте. А чё он тут прям где-то засвечивается? Надо ещё и туда, и на Фейсбук. Но на самом деле, честно говоря, обидно. Почему там его нет? По идее, нет. Но, заходя, ребята, на официальную группу ВКонтакте, мы вместо Астрофемуса с его призами, что, в принципе-то, люди бы и в официальной группе, которые сидят, они тоже хотели бы сходить к Астрофемусу и выиграть пару призов. Но, к сожалению, там, ребята, мы не видим ничего, кроме конкурсов. И вот вчера стартовал конкурс «Анонс плюс конкурс» 18.14. Вот, в общем, это там есть, Астрофемуса нет. В обновлении 4.7 в игре появятся три расцветки от пилотов. Медик Мендер, Реаниматор Вейланд и Урбан Раптор Инквизитор. Ремонников отрисовал пилот Ред Растер и Рептилоид. Это работа победителя конкурса расцветок. Конкурс. Угадайте точные цены всех трёх расцветок и укажите в комментариях. К примеру, Мендер – 1000 голды, Вейланд – 100 голды, Инквизитор – 700 голды. Приз – все три робота с новыми расцветками. Победят первые три игрока, давшие верный ответ. Итоги подведём завтра в 19.00. Удачи. Я про этот конкурс, ребята, ну нифига не знал. Просто, ну не знал. Я не то, что как бы там постоянно каждый день пасусь. Я туда редко захожу, но такой конкурс на один день. Я думал бы, ну, на недельку бы сделали конкурс, вообще было бы здорово. Но на самом деле написано – победят первые три игрока. Тут можно было бы конкурсы вообще сказать. Конкурс закроется, как только появятся три игрока. Ну ладно, на сутки, на сутки. Я поучаствовать не успел. Кто ещё, ребята, поучаствовать не успел, ставьте лайк. Ну ладно, это ещё полбеды. У нас как бы три участника, и сейчас мы на эти три участника-то и посмотрим. Чпунь, чпунь. Итоги конкурса сегодня в 12.55. Странно, не понял, 12.55. Опа! Смотрим, что там дальше у нас там, что-то написано. Итоги подведём завтра в 19.00. Удачи. Так, не понял. Чпунь, чпунь. Бам. Сегодня в 12.55. Хм. Я, может, по времени как-то не вдупляю, где правда. Я не понимаю, где правда, но... Ну да ладно, ребята, в принципе, чё там, 19.00, час дня, ну разница-то чё там. Может, это писал один человек, а это писал другой человек. Ну, не состыковываются люди, да и не надо. Итоги конкурса. Цены на новые расцветки от пилотов. Медик 1000 голды, реаниматор 1000 голды, Урбан, Раптор, Инквизитор 500 голды. Трёх роботов в новой расцветке получают следующие игроки, угадавшие точные цены. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, теперь мы точно понимаем, что ни хрена не три игрока получат... Ну, тут написано три игрока, ну, не три, а десять. Я рад, что десять человек получат. Я хотел бы, чтобы и сто человек получило. Но я думаю, что, может, в группе ВКонтакте наведут порядок, и руководящий состав начнёт общаться с друг другом. А то такое ощущение, что они там, как кошка с собакой, ругаются, и кто чего где там, непонятно, кто чего там, за кем подтирает и так далее. Ребята, ну, будьте вы людьми, ну, как написали, так и делайте. Ну, а зачем тогда вот это писать, когда вы переделываете и делаете вот это? Ну, вообще жесть. Мы напоминаем, что эти расцветки будут доступны всем игрокам в обновлении 4.7. Ну, и спасибо за активность. Отлично. Новость однодневкой. Я не вошёл и не поучаствовал. Вот какая беда. А знаете что? Сейчас время, как вы видим, да? Опа, извините, сейчас у нас съехал экран записи, да? Да, съехал. О, блин. У нас, ребята, смотрите. Время пятница, 25 января, 18.09. Вот так вот. Я увидел эту новость ещё где-то часа в 4 дня. Но, к сожалению, к сожалению, я поучаствовать не смог. А, может быть, я был бы один из 10 победителей. Вот остальные вот реально неправильно называли. А я бы правильно назвал. Ну, видите, обманули, обманули. В 19.00. Хрен его. Ну, там, итоги подведут в 12.00. А подвели в днём? Чё там уже? Итак, победители были ясны. Короче, суть в том, что победители были ясны, и они подвели итоги раньше. Это, скорее всего, логично. Да, чё я тут хрень всякую гаражу? Чё там? 19.00? А, там можно вообще было не писать. А, короче. В общем, не судите и не судимы будете. Хорошо, что они хоть это делают. Ну, а я хочу обратиться. Давайте Астрофемуса. Астрофемуса давайте на официальную группу. Пускай люди призы выигрывают. Это ёшкин-матрёшкин, но у нас приглашает Нео в клан. Ну, в принципе, и всё. Вот такие вот у нас новости. А новостей у нас, ребята, больше нет. Поставочку мы, ребята, берём. Прунь, открываем. Чучунь-чучунь. 500.000 серебра. Как приятно. Пум-пум. Один раз в бой сходить, а кому-то даже и два. Это рояль. Остатки доживают. Это спектр. И чпунь-чпунь-чпунь. Исключаем ключи. И 20 деталек. Что мы смотрим? Мы смотрим. Нам выпадает 175.000 серебра. Неплохо. Следующая. Вихрь смерти. Пам-пам-пам-пам. И там был бустер. А сейчас на этом месте будет... Чпунь. 40.000 серебра. Ну, я так и думал. В принципе, слава богу, что этот лохотрон уберут. Ура! Товарищи. 24 минуты у нас осталось до ускорения спарка. До спарка. Получение деталей. Это хорошо. Это приятно. Вроде бы все. Ну, что ж. Теперь давайте поиграем. 7 часов, кстати, осталось. А надо 45 миллионов. У меня всего 38 миллионов. Так что надо за 7 часов, ребята, набить 45 миллионов. То есть... Добить до 45. Мы все равно идем в гонку за маяками. На смерть. Господа. Да, кстати. Кто смотрит меня... Кто написал? Спасибо. Спасибо, ребята, большое, что поздравили мою Танюшку с днем рождения. Ей сегодня исполняется год. По этому поводу мы с Саней первый раз в жизни спекли торт. Пекли торт под чутким руководством малой НАТО. Это уже, считай, младшая жена у меня дома. Так что она будет заведовать теперь кухней. Будет по дискорду мне это. Жене советовать, что как это. Печь, выпекать и готовить. В общем, вот такие вот пироги. Там парень у нас, я не знаю, на тридентах или нет. Этого парня, ну, в любом случае, надо сливать. Но он выжил. А нет, его просто кто-то другой убил. Там все боятся Хеллбурнера, как от огня от него прыгают. Взорвался, слава яйцам, никого за собой не забрал. Также два бульгазавра встретились. У-у-у, ребята тут не на жизнь, а на смерть воюет. Мы туда чуть-чуть влили, в сторонку отошли. Сейчас будем нафиг делать прыжок. Тут у нас кто-то прыгнул. Тут у нас кто-то подошел. Мы делаем, ребята, прыжок. И с этим прыжком мы тащим за собой вот этого парня. У-у-у, отлично. Правда, убить его не смогли. А также у нас тут Кумихо. Очень люблю, когда противник, ну, просто не обращает на меня внимания. Типа, ну, нет братухи, ну и хрен с ним. Пилот Армата играет. Бритва за нас играет. И еще кто-то за нас играет. Но это просто круто. Лорд Абрур против нас играет. В общем, ребята воюют. А мы попробуем войти в центральный маяк. Правда, тут если человек появится, мы отпрыгнем. Да, вот все. Мы отпрыгиваем. Я б надеялся, что был бы, как бы на этого парня атака прошла бы. Но, к сожалению, что-то атака не проходит. Что-то мало дамага нанес вообще, хлопец. Конкретно. Но все-таки все равно я его сливаю. Сейчас мы заряжаемся. Мы до сих пор, ребята, на спектре рулим. О, у нас тут инквизитор прыгнул. Это неплохо. О, блядь! Вот это Лорд Арбор! Господа, товарищи, присяжные заседатели. Это был Лорд Арбор, который надавал мне нехилых пиздюлей со своими шоктрейнами. В общем, сейчас он будет прыгать и меня затрепает. Я попробую сейчас, ребята, каким-то образом все-таки подойти поближе. Блин, нет, там уже другой парень меня шлепнул. В общем, я таки предполагаю, надо брать Хаечи и пытаться по правому флангу вместе с этим Кумихо пробиваться. Нет, Кумихо решил меня не поддерживать. Там паук, паук на дробошах. Да, паук на дробошах быстро сносит мне щит. Возможно, сразу начнет атаковать, прыгать на меня. Нет, не стал он хотя бы, я бы на его месте бы прыгнул бы. А, обалденно. Вообще, ребята, здорово, просто шикарно. Меня застанели и сожгли. Отлично. О-о-о, это приятно. Блин, а-ч-черт возьми, господа, товарищи, присядные заседатели. Я в стену прыгнул, а, обалденно. Почему прямо-таки реально нам не забрать центральный маяк, я не понимаю. Застанеть я его не смог и не успею надавать ему пиздюлей, а вот. Вроде успеваем, шок вэйву. Ой, прекрасно, прекрасно, господа. Застанели мы Топтышкина, но Топтышкин один хер, блин, разнес. Давай, прыгай. Ой-ё. Давай-давай-давай. О, ребята, классно. Не успел я этого парня застанеть. Отлично. И вроде бы 5, 4, 3, 2, 1. Опа, включили, ребята, включили. Застанели, и всё. Теперь этой фуре, ребята, придёт, бздец. Да-а-а, я сделал это. Ха-ха-а. Да, ребятухи, я порвал её. И фуру порвал, и этих утырков порвал. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 3, 4, 3, 2, 1. Выходи, кто там, иди сюда. Выходи, выходи. Опа. Парень думает, сейчас убьёт братуху. Неа. Не судьба. Не надо ко мне. Э-э, судьба. Воу, в 11, 12, 13, 15, 16, 17. Давай-давай-давай-давай. 5, 4, 3, 2, 1. Убивает парня. У-у-у. Челёп. Готово. Меня, блин, застанели. Жаль того, парня не застанел. Ну, пускай забирает маяк. Мы, в принципе, победим. Я-таки думаю, нас четверо, да? Мы забрали маяк? Нет, маяк не забрали. А чё? Прям давай забирать маяк. Отлично. Вот так, здорово. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это кто была? Фура? Не фура? Отлично, ребята. Ну, как сказать, отлично. Сейчас центральный маяк заберёт. О-о-о-о. Да, это плохо. Это плохо. Но мы, в принципе, имеем вот этого робота и сожгём. Четыре маяка синих. Вот это да. Вот это здорово. Давай-давай-давай-давай, шкварочка. Ну, два тарана. Отлично. Хаечи испытывает проблемы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У-у-у. Ёп. Блиноч. Вот. Так хочется, ребята, его назвать по-русски. Короче, и этот сейчас меня убьёт. Ну всё, бздец, ребята. Прощайте. Бам. Пишите письма. На дом, да? Опа, у нас прыгает тут парнишка. Пытается забрать маяк. Пришлите похоронку маме. О. Пишите письма домой. И там фура, которая отстояла весь бой. Давайте мы подойдём поближе. А мы шикарно и победили. У-у. Лайкос. 18-20. Отлично. 737 тысяч. Круто. Миллион 160 тысяч. Дамага, ребят. Бритва. Бритва на предпоследний месте. Мы играли в пятером. Это хорошо. Был клан. Клан Лорд из Титанов. Был вот с таким ангаром. Клан Титаны. О, фура на Драгунах. Это он там отстоял весь бой. Я не знаю. Я сомневаюсь, что он забрал все вот эти роботы в бою. Прежде чем взять фуру на Драгунах. Он сыграл очень плохо. Очень. Но на самом деле он миллион дамага набил. Может он и использовал всех роботов. А потом фуру на Драгунах взял. Но вот Лорд Арбор. Он отстоял, ребят, на всех дальниках. Это стопудово. Я видел. Может он сыграл на Хелбурнере, кстати. На Спектре. Потом на Топтышке. Потом на Ланселоте. Потом в конце на Хаещи. Да. Лорд Арбор. Но почему-то мало дамага он набил в бою. 500 тысяч. Ну что ж поделать, ребята. Не каждому набивать миллионы. Мы выполняем одно задание. О, я чуть не забыл. Надо сменить пушку на пушку. О, два бустера, которые лечатся. Даже четыре бустера будут. А мы, ребята, с вами идем в бой. Гонка за маяками. Вот она. Пам. Второй бой этого вечера. Сегодня у нас 25 января. Сегодня ровно год, как моя жена уехала. Она, кстати, сейчас в 6 часов уже уехала. Вот сейчас 6.21. Я ее отправил в роддом. Я ее отправил в роддом. И лег спать. Окей, давайте кого сейчас мы возьмем. Давайте возьмем Хаеча. Я не помню, что я делал. Дед с обрезом. Версия 2.0, да. Наверное, первый ангар он потерял, наверное. Забрали маяк. Так, неплохо. Я думаю, я уже туда не успею. Но все равно в город надо сходить. Каким-то образом отвлечь этих хлопцев. Главное иметь два прыжка от этой мелочи. Там, я думаю, Хеллбурнер, наверное. Нет, Кумихо. Отлично. Мы заряжаем пушки наши. Идем чуть-чуть, продвигаемся вперед. Страйдер, конечно, может выскочить. Он разбивает нам щит, Страйдер, кстати. А вот тут Кумихо, он обнаглевший, смотрите, такой. Выскочил и влил в меня свои пушки. Также, смотрите, Страйдер идет добивать меня. В два мелких утырка. Отлично. Также, смотрите, вошел. И у меня осталось тысяча. В принципе, все, убил меня. Вдвоем, смотрите, затоптали они хуечи. Вдвоем они затоптали хуечи. И это печально. Это очень, ребят, печально. Прям не люблю, когда в меня кидает вортексы. Или какие-то афиды. В Центральном Маяке, наверное, идут баталии. Сейчас мы подойдем, будем, наверное, с этой стороны. Город уже потерян, там бесполезно воевать. Вот мы сейчас, ребята, пытаемся этого парня слить. Но, к сожалению, блядь, их там просто дохерища. А наши стоят и не знаю, что, блядь, тут делают. Два дебила, это сила. Ну, версия 2.0, Лео вообще хуй знает куда пошел. Это вообще, ребята, обалдеть. Давайте мы используем еще и этот. Глаз. Отлично. Твою мать, блядь. Ребята, это, короче, пиздец какой-то. Какого хера я тут так проигрываю жестко. Господи. Давай, пушки, сработай, ну. Блядь, спрятался, застанели, но толку. Черт, возьми, команда. А, я не знаю, куда они там стреляют. Дедрион, батон, у меня есть. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Модуль у Дженни сработает. Активация. У-ху-ху. Кого убить, блядь. Ё-моё. А-а-а, мурашки по коже прям от такого боя, насыщенного. Ага, хотел доктор меня пошпилить. Давай, Хаечи, ну ты-то хоть помоги, ё. Я даже не знаю, блядь, что делать. Входим, ребята, давай. Отлично, одного убиваем. Второго не успеваем убить. Ну, я думаю, возьмём Хаечи, да. Отлично. И инквизитор будет прыгать. Шикарно. Сейчас завалим инквизитора. Это, конечно, будет проблематично, но мы его завалим. Отлично, целого инквизитора мы завалили. Также мы прячемся. Ха-ха, бедный инквизитор. И заряжаем наши пушки, и прыжок откадешиваем. Якорь ему в задницу, этот Хаечи стоит. У нас всё равно три маяка, каким-то раком. Где мы, центральный маяк наш. О-о-о-о. Тише, тише. Ход на крыше. Поломал я ему там щит. Отпрыгнул назад. Мало ли чё. Не хочу терять робота боевого. Мы вроде ещё толпой пока играем. Так, пострелял туда я. Сейчас подойдём, этого парня сольём. Не, он прячется, ошибка далеко прячется. Чуть-чуть мы туда влили. И опять отступаем, ребят. Отступили в сторонку, заряжаемся. Мало ли, у них пойдёт малый десант на наш маяк. Их осталось уже трое. Ага, четверо. У нас есть прыжок. Мы можем отпрыгивать, пугать его их и отпрыгивать назад. Отлично. Сливаем и падаем. Падаем срочно. Шикарно. Мы шлёпнулись. Сейчас пытаемся, наверное, мы прыгнем на смерть. Потому что и так чуем, что мы выиграли. Ну что, ребятухи? Пришло время на смерть! Ха-ха-ха. Вот так, да. Раз. Ох ты ё. Антиглаз слышал такое? Понял. Всё, молчу. Молчу, убил. Да, бывает. Тулумбасы. Ну, он меня затоптал, потому что... Ну да. Ну, вы поняли, да. Почему? Кстати, кто из вас посмотрел фильм «Отель Рояль»? Челлендж такой давал. Посмотрите фильм. Да хрен там в нос, парень. Хотел меня чпокнуть. Не-не-не, братан. Ух. Завалили. Вот это победа. Вот это по-нашему. Дед с обрезом. Ну, дед с обрезом, если ты меньше меня дамага набил, то ты такой рачелла, что... Мама, не горюй просто. Вообще прямо. Рак ты есть рак. Ух. Давайте посмотрим, ребята, рекламу. Серебро выпускать нельзя. Билайн кверх ногами. Заходишь, а там тёлка в юбке и трусняк. Люстра. Ёшкин-матрёшкин. Это стул. Чёрт, можно по стулу так попрыгать. Обалденно просто. О, давайте фотку поменяем. Эй, привет. Мужик, ты как сюда попал, ёд? А, подождите. Я, честно говоря, думал, юбка будет, а там голова, блин. Ну, да ладно. Давай к нам, говорят, подсоединяйся, всё кверх ногами поставим. Вообще обалденная реклама. Молодцы. Билайн, живи на яркой стороне. О, миллион двести двадцать семь тысяч за один бой. Да я бы так постоянно бы получал бы. О, дед с обрезом. Прям-таки, смотрите, меньше меня дамага набил. Ну, всё, дед с обрезом. Фу, ё. Играть не умеешь. Ну, ангар его давайте посмотрим. Хаечин, Квизитор, Натаранах, Кумихо, Пурсе. Хороший состав. Но надо краситься. Но, возможно, ему краситься очень трудно, потому что... Потому что, потому что, потому что это всё новая экономика. Мне покраситься в зелёный цвет было полегче, потому что у меня была старая экономика. Миллион двести восемнадцать я имею. Ура, 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 ребята. Это был такой интересный второй бой. А нас ждёт ещё один третий бой. Кто же попадёт на этот третий бой? Сейчас попал дед с обрезом. Ха-ха-ха-ха. На-на-на-на-на-на-на. Гонка за маяками. Режим боя. Ну, вроде ничего не меняется. Скоро покраски будут. Я Мендера, блин, прямо покрасил бы с удовольствием. Если бы он у меня был бы. Я бы на нём играл бы. Я бы его в белый такой красный цвет. Цвет Миссистры. Я бы его с удовольствием поставил бы. Ну, а у нас, ребята, что получается? Гонка за маяками. Предлагаю взять робота дальнобойного. Потому что, сами понимаете, сейчас у всех дальнобойники. И туда с моим Хаечи идти, ну, варианта нет. За нас играет Леонидас и Ваша. 338 РУС. Потом Клан Прём и 363 РУС 116. Странные никнеймы, конечно же. Что поделать? Такова жизнь. Фура у нас пошла на правый фланг. Нет, на левый. На левый у нас фура пошла на левый фланг. Но я чуть-чуть так углубился. Так вот, Пурсе надавал пиздюлей, в принципе. И сейчас добью его, наверное. Или просто хотя бы оставлю его мёртвым. Да, мы его оставили мёртвым. Но маяк мне не забрать. Это, кстати, Хаечи. Хаечи, никто не обращает внимания на Хаечи. И он, как у себя дома. Как он ещё маяк не забрал, я не в курсе. Я бы на его месте давно бы уже сходил бы за маяком. С моей командой куда стреляют дальнобойчики, я не знаю. Но явно куда-то не туда. Но этот вообще что-то стоял, блин. Фура тупила. О, пошли, наконец-то. Пошли в атаку. Слили хлопца. Это паук сюда респанулся. Тоже его нахер слили. Туда парню закидали. Я, может, неправильных роботов беру. Но у нас один маяк, всего лишь. Ну, у меня нет желания, блядь, с такими дальнобойчиками идти вперёд, как вы сами понимаете. Сдыхать у меня... У меня желания нет идти. Я лучше тоже постою. Четыре мы... Постоял, блядь. Ха-ха. Надо идти, ребят. Что ж поделось. Возьмём Ореса. Сейчас отобьём маяк. Ну, там все понимаете, фуры на тридентах. Тут до сюда. Парня застанеть мы не можем. Но зато сжигаем. Этого парня мы чпокнули. Этого сейчас убьём. Отлично. Жертвуем своим роботом, чтобы забрать маяк. Прекрасно. Теперь на правую сторону пойдём. Каким-то образом будем воевать с той стороны. Маяк мы забрали. Противника осталось четыре. Но если повезёт, то мы чудом победим. Чудом. Фура. Ой, Лео, смотрите, на пулемётах. Я обалдею. Сейчас включаем глаз, ребята. Чтобы сжечь этого парня. Отлично. Кто следующий? Здесь, конечно же, очень хотелось бы, чтобы был рядом со мной кто-нибудь. Чтоб не я там один умирал. Сейчас мы перезарядим наши пушки. И пойдём атаковать. Теперь у нас три маяка, ребята. Это хорошо. Прыжок я, наверное, буду до последнего беречь. Вот оно и пришло время последнее. Я зацепился. Как обычно, блядь. Как обычно, ребятухи. Зацепился тут братуха. И умирает. Чёрт! Ну ладно, бывает. Возьмём давайте хаечи. Прикроем нашего хаечи. И в атаку так пойдём. У-у-у! Е-е-е! Один. И второй. Не благодари, пацан, Ивашка. У-у-у, как дела твои, какашка? Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Иваша. А мы идём дальше. Противника осталось трое. Видимо, кто-то сливал. Не могло так быстро всё закончиться. Но мне-то и хорошо, в принципе. Мне за победу больше платят. Ясен пень. А на ганет-а-ганет-ч. Ребята его догоняют, избивают. Это фура. Фура на тридентах. И, наверное, её убьёт братуха. Нет-нет. Включаем, ребята, антиглаз. И убиваем Пурсе. Сейчас уже... Я Пурсе уже сейчас качать не хочу. Раньше я думал прокачать Пурсуа. Но Пурсуа я больше качать не думаю. Благодаря тому, что разработчики вели антистан. Бедные те игроки, которые купили этого Пурсуа за реальные деньги. Ну, реально, ребята, это бедняжки. О, блядь. Мне сейчас будет очень больно. И даже в него не выстрелить. Этот мне, чтобы прикрыть своим щитом, стоит за моей спиной. Всё, ребятухи, вроде выиграли. Ан-нет. Братуха делает такой, смотрите, обалденный нужный прыжок. И забирает этого робота целиком. Оп. А, у меня арканы. Вот я придурок. Я что-то думал, что у меня то ломбасный робот начал издалека стрелять. Вот такой у нас, ребята, последний бой. Третий бой, последний этого вечера. У-у-у-у. Крутой. Ой, опять реклама. Ну, вообще, ребята. Чё ж нас сегодня тут порадует? Тариф онлайн для физических лиц. Опять Билайн. Завтра важный матч. О-о-о. И весь матч смотреть онлайн. На качелях? Давай посмотрим. Футбол, любимая. Да, конечно, я ж тебя люблю. Нихрена не понимаю, но ради Билайна. Тупая реклама. Чё-то вообще жуть тупая. Бывали умные рекламы у Билайна, но это какая-то жутка тупорылая. Миллион двести семьдесят четыре серебра. Да за каждый бой бы так получал бы. Да с удовольствием. И ваша Ру. Смотрите, И ваша Ру. Тридцать восьмой. Девятьсот шестьдесят три тысячи. Красавелла. Поаплодируем ему, господа. Красавчик. Почти что братуху догнял. Вообще молодец. Молодец. Давайте посмотрим. Клан Гнев. И Клан Гнев. Вообще молодец. Красава. Чё прямо. О, хороший ангарчик такой. Три спектра. Бульвар. Обалденно. Молодец вообще. Ну что ж. На этом мы, ребята, с вами заканчиваем. Сейчас ежедневные задания получаем. Я быстренько иду, достаю из духовки. Как обычно. Любимое блюдо наше. Картошечка с под мясом. С лучком, помидорками и под майонезиком. И включаем мы сейчас спарки быстренько. И мне уже жена показала. Надо идти накрывать на стол. Всё, ребята. Будем праздновать день рождения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лалки-дизлалки. Оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока. Блин, на вкусняшку пойду хавать. Няма-няма. Субтитры делал DimaTorzok